Друзья, привет! С вами компания Руфер. Нахожусь на очередном нашем объекте. Сегодня будем выполнять вот такое вот примыкание. У нас идет от камина вот такая его сэнвич труба. Что нам нужно будет сделать? Нам нужно будет сделать примыкание гидроизоляционного материала, нашего подкройной гидроизоляции. Вот это вот непосредственно на саму трубу. Но нужно учитывать первый нюанс. Какой проходной узел может быть пожаробезопасным. И в то же время он может быть абсолютно герметичным. Будем мы его делать с помощью решений от компании Вилпа. Будет у нас здесь установлен специальный проходной элемент из негорючей, который мы, соответственно, герметично уже приклеим к нашей диффузионной мембране, которая здесь использована. Вот такие вот места, пока готовили проем, имеют повреждения. На них нужно обратить особое внимание. И их нужно будет все загерметизировать. Пленку мы обрежем. Не будем доводить, естественно, вплотную на трубу сэнвичей за высокой температурой. Обрежем на безопасном расстоянии. Ну и, собственно, покажем, что у нас получится. Друзья, установили мы вот такой вот проходной элемент от компании Вилпа. Очень плотно он сел на трубу. Какой-либо хомут, проклейку сюда делать не нужно. Сначала по инструкции приклеиваем углы. Очень, кстати, удобно. За счет этого у нас формируется натяг вот этого материала. И также он создает естественную разуклонку. Вода у нас попадает, соответственно, в верхнюю точку и обходит данную трубу. Ну и теперь приклеиваем с помощью мультибэнда. Аккуратненько. Приклеиваем. Несмотря на температуру, материал у нас замечательно проклеивается. Сейчас покажем за счет чего. Ну, во-первых, тепла самих рук. Ну и потом мы материал храним в теплом месте. Отрезаем нам нужное количество. И пока он теплый, мы его аккуратно наклеиваем. Ну, весной в любом случае, вот на данном месте, мы проведем ревизию. И проверим, насколько у нас качественно выполнена проклейка. Друзья, по периметру вот здесь нашего проема приклеиваем вот такой поролоновый клин. Сначала приложили проходной элемент, сделали отметки, чтобы он у нас не вышел за пределы элемента. И его, соответственно, приклеили. Ну, несмотря на то, что минус, он приклеился у нас достаточно надежно. Потому что использовали строительный фен. Немного грели сами плитку. Ну, и, соответственно, на нее уже, на черепицу прогретую, мы приклеивали вот этот вот поролоновый клинушек. Приклеили его по периметру проема. В верхних частях мы его оставили запасом, пока не подрезали. И не подрежем лишнее по месту. Вот, пока так вот выполнили работы. Ну, продолжаем дальше. Подготовили вот такой вот элемент. Он подрезается с боковых частей по месту. Объясню позднее, для чего так сделано. Элемент у нас идет вот из этого комплекта. Проходного элемента. В проходном элементе сейчас вот эти вот пазы с боков и с нижней части заполняем герметиком. Ну, прям носик туда можно хорошо вставить и заполнить, соответственно, данное место герметиком. Почти закончены все работы. Сейчас немного расскажу. Вот это вот основной идет у нас проходной элемент. Вот это, соответственно, еще один элемент, который поставляется в комплекте с трубой. Мы его зарезали с двух сторон. Он идет специально большего размера. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы мы попали за вот эту вот волну. Волна у нас вот здесь вот находится. Вот в этом месте, где закручен саморез. Сам уже вот этот проходной элемент. Засверливаем отверстие насквозь через черепицу цементно-песчаную. И далее, соответственно, в деревянную обрешетку прикручиваем кролиный саморез. Вот в этих местах мы их установили. Раз, два и три. И сейчас дополнительно установим еще один саморез. Здесь у нас также в комплекте был вот такой вот металлический элемент верхний. Он у нас подрезается по месту. Расстояние не должно быть от края нижнего элемента до верха более 120 сантиметров. Ну, здесь у нас прям все идеально получилось. Для того, чтобы узел был герметичный, также используется вот такой вот верхний проходной элемент, который непосредственно у нас заводится под черепицу, для того, чтобы вот это место у нас было защищено. И в этом месте будет у нас обеспечен сток воды. И вот так вот все это красиво у нас выглядит. Ну, а примыкание непосредственно к самой трубе у нас выполняется с помощью вот такого вот уплотнительного элемента. Самой проходки мы его закрепили с помощью хомута. К трубе он печной не крепится ничем. Здесь нет жесткого крепления. Он натягивается. Ну, установлен он здесь очень и очень плотно. Поэтому каких-либо здесь протеканий и затеканий явно быть не может. Вот такое вот интересное решение от компании YEPA. И очень хорошо внешне также смотрится. Вот такие вот работы мы выполнили.